Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про V8. Наверное, все слышали, что такое V8, иначе я не знаю, зачем бы вы сюда пришли. Итак, давайте коротко. Что же такое V8? V8 — это гугловский open-source engine, который позволяет нам мопилировать JavaScript код. Написан он на C+, и компилируется он сразу в машин-код, обходя какой-то байт-код, который, к примеру, у нас есть в Java, в .NET, ил-код, и тому подобное. V8 компилирует JavaScript код сразу в машин-код, потому, в принципе, он достаточно быстрый. На нем бегают Chrome, Node и Opera. На самом деле он может быть запущен как стендалон-апликуха, которую мы, в принципе, можем использовать любой C++ в программе. Делается он в Германии, и там есть такой, есть одна из самых известных спичей, и ее, там, такой чувак, говорит, у нас самые быстрые дороги в Германии, потому я вообще так рад, что мы делаем V8 в Германии, потому что что? Как и все производители, они говорят, что это самый быстрый engine, правильно? Все, наверное, слышали, когда Firefox говорит, Spider-Monkey — самый быстрый. Google, естественно, всегда говорит, V8 — самый быстрый. Microsoft — так, Chakra тоже вроде быстрая, но почему-то никто не верит в Microsoft. Но в любом случае, почему вам надо знать, что там внутри происходит? Я, честно говоря, не знаю. Я вам расскажу свой юзкейс, почему я начал это копать и почему мне стало интересно. Я, в принципе, когда-то провалил собеседование в Google по незнанию алгоритмов. Потом я, в принципе, провалил сейчас собеседование в Facebook, тоже по незнанию алгоритмов. И я решил посмотреть, что же такое алгоритмы. Ну и что значит посмотреть? Я начал смотреть алгоритмы, как они используются, как задачки решаются. И для себя я решил, что, в принципе, один из самых лучших способов, чтобы что-то изучить, это про это писать блог. И я начал писать блог про алгоритмы. И в какой-то момент я писал код про MerchSort. Все знают, да, алгоритм? MerchSort. Сортировка слияния. И так вышло, что я как-то так наговноколил, что MerchSort у меня работал гораздо медленнее, чем InsertionSort. Как такое могло произойти? Ну, в какой-то момент я даже расстроился и решил, тот JavaScript такой, да, там. MerchSort работает медленнее, чем InsertionSort. Но, в принципе, так как я это забложил, и это стало публично, мне как-то даже стыдно было. MerchSort сложность гораздо меньше, чем у InsertionSort. Но не может быть такого. Я ходил два-три дня, и все-таки оно меня побороло, и я начал смотреть, почему же оно у меня работает так медленно. И тогда-то я и увлекся. Оказалось, что была ошибка в моем коде, однозначно. Я его оптимизнул, и он стал гораздо быстрее. Вроде бы я даже написал извиняющийся пост и вроде бы отмыл себя от этого позора. Но вот про файлинг и V8, почему он так работает, мне стало достаточно интересно. Поэтому сразу начнем с демо. Демо, честно вам скажу, я свистнул у этого же чувака, который, в принципе, разрабатывает V8, то есть темлит V8 проекта. Как это все показывается? Допустим, ну, не то. Обычный алгоритм — молотилка простых чисел. То есть мы узнаем, сколько там у нас простых чисел есть. Мы находим первые 25 тысяч простых чисел. Алгоритм невероятно простой. Смотрим, или что-то делится на что-то без остатка. Если на это делится, смотрим, или оно у нас присутствует в прайм-наймбрах. И переходим дальше. Это обычный код на C. Ну, простой. Точно такой же код на JavaScript. Алгоритм простой, как двери. Давайте сравним их скорость. Для этого я поставил D8. D8 — это developer edition V8. Это часть, которая нифига не знает про… Добавляет вам всякие дебаг-команды. Часть, которая совсем не знает про существование HTML и тому подобное. Это просто работа с чистым JavaScript. Мы выпускаем наш алгоритм и ждем. Если посмотреть на время, то 25 тысяч… 2500 простых чисел у нас считается за 5,55 секунды. Ну, вроде бы неплохой результат. Скомпилируем C-шный код. И посмотрим, за сколько такой же алгоритм выполнится на C. На C все это… Вся эта радость выполняется за 2 секунды. Получается, что JavaScript у нас что, медленнее в 2,5 раза, чем C? Ну, кажется, 2,5 раза медленнее HMC — это не такой плохой результат. Но на самом деле это отвратительный результат. Потому что наш код компилируется сразу в байт-код. И, по идее, он должен работать гораздо быстрее. Потому давайте поговорим, что же делает V8 таким быстрым и как найти ошибку в коде. Итак, как V8 оптимизирует код? Как вы все прекрасно знаете, в JavaScript у нас особо нету типов. У нас есть какие-то примитивы, у которых parent object — это все равно объекты, но типов у нас нет. То есть все объекты — это, грубо говоря, хэш-таблички. Оптимизация очень сильно требует информацию про типы. И типы очень важны для того, чтобы генерить нормальный машинный код, чтобы это все работало, чтобы это все свистело и очень быстро работало. И запомните, так как, к примеру, у джавистов или у дотнетчиков или у других кодеров, у них компиляция происходит перед исполнением. То есть у нас все компилируется, мы запускаем, мы можем сделать кучу оптимизаций, только потом человек запускает. В JavaScript же у нас все не так. У нас компиляция происходит перед экзекьюшеном. Мы дошли до куска кода, скомпилинули, запустили, и любая задержка на какие-то миллисекунды замедляет выполнение нашего кода в разы. Потому, для того, чтобы код быстро работал, V8 анализирует наш JavaScript код и генерит так называемые hidden классы. То есть в C++ коде для каждого JavaScript объекта создается hidden класс. Это класс, который имеет какой-то тип. Это класс, который знает, какие у нас есть пропортии. Это класс, который знает, какие есть методы. То есть переводит наш скриптовый код в плюс-минус объектно-ориентированный код. Что важно? Hidden классы создаются во время выполнения JavaScript кода. И объекты, у которых тот же самый hidden класс, могут использовать тот же самый оптимизированный код. К примеру, у нас есть вот такой небольшой код. У нас есть, грубо говоря, функция constructor point, у которой есть две пропортии, x и y. Для обоих из этих объектов используется один и тот же hidden класс. Просто есть переменная x, есть переменная y. Все отлично. Какие бывают... Давайте теперь посмотрим на вот этот вот кусочек кода. Как видите, мы создали функцию constructor, конструктор, создали new point, создали q и добавили новую пропортию к объекту z. Что происходит в несчастном... Что делает v8? Получается, что когда у нас... Мы начинаем создавать объект point. Создается первый hidden класс, которого никакой пропортии нет. Создается второй hidden класс с пропортией x. И в конце концов создается третий hidden класс с пропортией y, которая уже будет для пропортии... Для объекта p у нас будет использоваться вот этот вот hidden класс. Но у нас есть объект q, который добавляет z. Мы берем и создаем еще один hidden класс. Таким образом, у нас выходит, что переменная p и переменная q используют два разных hidden класса. Что увеличивает количество используемой памяти, уменьшает перформанс, потому что они не могут использовать один и тот же оптимизированный код. Отсюда первая новость. Очень классно создавать все мемберы в JavaScript коде в функции конструктора. И очень важно создавать пропортии в том же самом порядке. Внезапно, да? Казалось бы, что мы создаем вначале пропортию x и y, и y и x, казалось бы, что это одно и то же. Но для V8 это будет два отдельных класса, которые не смогут использовать тот же самый оптимизированный код, что приведет к тому, что перформанс нашей аппликухи будет только уменьшаться. Tagging. Так как мы должны хранить какие-то данные про объект, мы должны тоже как-то хранить их значения. И для этого V8 использует так называемую штуку tag. Он все переводит в объекты. И в свои объекты, и в этом byte-арее сложные объекты имеют флаг 1, и интегры, integers, они имеют флаг 0. И называются они small integers. Но если объект, если у нас номер, если число имеет размерность больше 32 байт, мы создаем, превращаем его в дабл. Кто знает концепцию boxing-unboxing? О, круто! V8 делает то же самое. Boxing-unboxing он создает объект, который ссылается на какой-то участок памяти, где есть значение вот этого вот всего. То есть, грубо говоря, если мы посмотрим, как в V8 происходит, то любой объект у нас хранится здесь, в memory array у нас хранится поинтерный объект, и индекса единичка. Для small integers их значение хранится в 31 бите, и последний бит указывает, что это small integer. Если это дабл, то хранится ссылка на объект, и здесь хранится уже значение на дабл. Вроде бы все просто, но такие boxing-unboxing операции забирают тоже достаточно много времени. Потому для хорошо оптимизированного кода лучше всего использовать объекты, которые можно уложить в 31 бит значение. У нас есть array. Array на самом деле для V8 тоже имеют два типа. Это array и sparse. Что такое array? Array — это обычные массивы, у которых значение начинается с нулевого индекса и идет дальше по 0, 1, 2, 3, 4 и тому подобное. Sparse — это array, у которых данные заполнены не в каждом значении. То есть там нулевой элемент, пятый элемент, десятый элемент и тому подобное. По таким array очень тяжело бегать. И потому обычные array превращаются в так называемые array fast elements, которые имеют очень быстрый доступ, к которым быстренько можно навигироваться влево и вправо. И другие sparse в данном случае превращаются в dictionary. То есть hashtag blue, который занимает больше. И обращение к ним, к примеру, если в fast element обращение идет по индексу, то sparse превращается в dictionary и значение идет по ключу. Обращение в dictionary элементах немножко дольше. И потому, если мы используем sparse, sparse будут работать медленнее, чем обычные массивы, у которых все числа заполнены по порядку. Отсюда мы можем сделать следующее. Создаем array с нулевого индекса. Потому что если нулевой индекс не заполнен, и все остальные у вас индексы уже будут заполнены, то это автоматом приводит к тому, что v8 считает, что наш массив — это sparse, и будет его превращать в хештейк blue. Не стоит создавать большие array, потому что если вы создаете массив, и в нем уже будет, допустим, 50 тысяч элементов, а вы заполнили только первые 100, то, опять же, такой массив превращается в sparse и используется хештейк blue. Не удаляйте элементы с array. Не стоит этого делать, потому что это ведет к тому же, что мы имеем не массив, а sparse. И не загружайте неинициализированный или удаленный элемент. Почему? К примеру, обычный код, мы создаем новый массив, и вроде бы оно равно, ну, к примеру, вот такой вот код. Вот такой вот несчастный код будет работать у вас в два раза быстрее, хотя делает оно то же самое. Один в один. Немножко дальше. Давайте, к примеру, возьмем такое. В JavaScript у нас мы можем в массив запихнуть, что мы хотим. Начиная объект, начиная данные, что угодно. Представьте себе, что в A0 мы записываем число 77. Значит, все объекты в этом массиве у нас будут храниться как small integers. Все нормально. Потом мы записываем первый элемент в 88. Окей. Теперь мы заполняем double. Число double, которое не влазит у нас в 31 бит. Следовательно, в A8 это все несчастье оптимизирует так, что все массивы, все объекты в нашем массиве, они превращаются в boxed как объекты для того, чтобы ко всем было одинаково доступаться. И тут внезапно мы в A3 запихиваем true. Следовательно, у нас могут всюду храниться объекты. Следовательно, это все не работает, и мы заново конвертируем наш массив. И в результате у нас получается такая штука, что мы, забивая вот эти вот штуки, в результате получим массив, где будут и числа, и боксы значений, и объекты, но при этом мы уже создали вместо одного аррея три аррея, что опять же ведет к тому, что у нас медленнее работает код и больше есться памяти. Summary. Есть подсказка для V8. Если вы будете использовать такие литералы, то есть мы сразу создаем арреи, в которые мы запихиваем разнотипные данные, мы точно знаем, какие данные там будут. Таким образом, это будет подсказка для V8, какой аррей сразу создавать. И потому оно будет работать немножко быстрее. И логичная просьба от V8 разработчиков, не сохраняйте нумерик и нон-нумерик значения в одном массиве. Потому что это приведет к тому, что мы конвертируем три раза массив, а мы уже с вами посмотрели, что из этого получается. В V8 есть два типа компиляторов, два типа compile-функций. Первая компайл-функция — full compiler, которая генерит хороший код для всего JavaScript. И вторая — это optimizing compiler, который создает очень классный код для определенных участков нашего кода. Full compiler работает быстро, он не делает какие-то анализы типов, он использует online caching, про который мы говорим, и hidden-классы генерятся у нас во время того, как они встречаются. Как работает inline cache? Он анализирует, какие функции у нас чаще всего вызываются, проверяет, когда мы доходим, к примеру, возьмем вот в Prime, в нашем алгоритме проверку Prime. У нас некоторые функции используются постоянно. Потому что когда компилятор видит, что мы функцию, допустим, используем второй раз, он проверяет свои assumptions по типам данных, которые к нему приходят. Это или количество аргументов одинаковое, или количество, или типы этих аргументов также одинаковые. И он не перегенерирует эту функцию, а уже отправляет на закешированную функцию. И если новые типы находятся, то он просто перегенерирует этот кеш. К примеру, у нас есть такая функция, которая определяет или число просто, или непростое. Что происходит? Мы определяем какой-то массив. У нас есть массив. Когда мы доходим до этой части кода, то у нас вызывается inline-функция, которая инициализирует наш промис. После того, как мы встречаем индекс, мы опять же загружаем функцию, которая вытаскивает нам индекс, и после мы уже определяем деление. Таким образом, у нас выходят три inline-функции для этого участка кода. И в следующий раз, когда мы встречаем наш код, как видите, уже нету ссылки на… Нету методов call-line, он сразу просто по адресу использует ту функцию, которая уже была скомпилированная. Inline-кеш — это невероятно сильный инструмент, который, к примеру, позволяет… Вот так вот, вот с такой… Столько занимает код без inline-кеша, и столько код с inline-кешем. Если так присмотреться, ну, наверное, он ускоряет его раз в 50. Мы это можем проверить. Я сейчас запущу. Может быть, оно у нас и пройдет. Мы с помощью dv8 можем запустить кусок кода без использования inline-кеша. Мы можем type dv8 primes.js now use inline-кеш. Этот флаг говорит, что мы запускаем наш код без использования inline-кеша. Можно это каутать? Нет, давайте я дальше буду рассказывать просто. На самом деле, я не уверен, или когда я переключусь, он уже будет сделан. Некоторые функции используются очень и очень много раз. К примеру, вот в нашем алгоритме есть функции, которые используются постоянно просто. Так, мы дойдем до этого. Сразу понятно, что inline-кеш, ну, как мы уже сказали, когда доходит время до вызова функции, v8 проверяет assumptions. Или это функция, которую он уже когда-то использовал. Потому что есть два разных типа функции, monomorphic и polymorphic. К примеру, когда у нас есть обычная функция addxy, и мы туда всегда будем передавать интеджеры, ну, или number, как хотите, назвайте, она будет monomorphic. То есть inline-кеш всегда будет срабатывать на эту функцию, не будет перегенерировать данную функцию много раз. Но когда мы добавляем вот такую вот штуку, add a плюс b, и мы можем сделать это в джаваскрипте, в 8 начинает проверять свои assumptions, или может использоваться эта функция, которая называется add, и он предполагает, что я закешировал функцию, которая принимает к себе два number и складывает их. Сейчас мы видим, что типы данных уже совсем другие, и мы не можем использовать ту же самую inline-функцию. Если функция становится polymorphic, мы просто уже физически не можем использовать inline-functions, и код начинает замедляться. Поэтому, ну, естественный совет это использовать monomorphic функции. Если у вас есть add a плюс b, назовите функцию add strings и тому подобное, тогда скорость работы вашего кода будет гораздо быстрее. И есть optimizing compiler. Optimizing compiler вызывается позже, после того, как он начинает определять, какие функции, так называемые, горячие функции, которые в нашем коде исполняются постоянно, у них не меняются типы, ассамшены всегда проходят, когда он вызовет одному богу известно. Типы уже берутся из inline-кеша, то есть он не перегенерирует hidden-классы, ничего, только monomorphic функции, и он, ну, собственно, optimizing compiler добавляет еще одни оптимизации, которые делают код еще быстрее. То есть, если мы посмотрим, то у нас просто нету ссылок на call inline functions, и они уже таким вот образом просто используются. То есть генерится нормальный код, который не заставляет перегенерировать ничего, добавляются дополнительные оптимизации, и вот эта штука ускоряет наш код даже еще больше. Соответственно, ну, не знаю, сколько тут раз. Во много. Вот. То есть, оптимизируя вот эти вот горячие функции, мы начинаем работать гораздо быстрее. Иногда бывает, что нужна деоптимизация. Просто потому, что оптимизация, она спекулятивная. То есть, если мы видим функцию, которая постоянно выполняется, мы ее можем закешировать, но если она немножко меняется, и мы не будем ее рекешировать, ну, я думаю, каждый когда-то стыкался с тем, что он закешировал данные, и потом проблема кеша в чем? А, где его хранить, Б, когда его апдейтить. То же самое встречает в 8. Он может вызывать функцию, которая возвращает неправильные значения и неправильно обрабатывает аргументы. Потому, если компилятор видит, что функция каким-то образом поменялась, или типы поменялись, или значения какие-то стали другие приходить, он полностью вытирает оптимизированный код. Он полностью вытирает его из-инлайна, он полностью вытирает оптимизации, регенерит его и восстанавливает наш execution в правильном месте. Проблема в том, что мы не знаем, когда наступит реоптимизация. Есть тут дутнетчики? Ой, немного вас. Ну, короче, оптимизационный алгоритм это то же самое, что garbage collector. Ты никогда не знаешь, когда он запустится. И в обо всем самым определяет, когда происходит реоптимизация. Самый главный совет. Если мы знаем, что у нас есть hidden class, давайте не надо менять его типы, чтобы у нас не терся кеш. Что, если у вас есть проблема? У вас есть код ваш, у вас есть какая-то performance проблема. Во-первых, определите, что проблема в JavaScript. с помощью D8, ну, для того, чтобы поставить D8, вам надо скончать сорсы V8 и скомпилировать. И вот появится тул, который называется D8. С помощью D8 вы можете точно определить, что код будет только в JavaScript, и вы можете тестировать только JavaScript-овую функцию. И собирайте метрики. Мы сейчас вот эту вот штуку и проделаем. Интересно, закончилось? Я на самом деле вначале думал, что когда я запускаю без онлайн-кешинга, то он просто завтычивает. На самом деле нет. Если он раньше был там 5 секунд, 50, ну, не знаю, минут 10 должен выполняться. Но в любом случае давайте мы его… Хорошо. Может быть, он закончится. D8 позволяет нам сгенерить профайлинг-логи с помощью так называемого флага prof. Что делает prof? Prof каждую секунду, каждую миллисекунду, прошу прощения, генерит лог о том, какая функция вызывалась, какой C++ код дергался, что генерилось. Однако… Когда мы вызовем вот это вот все счастье, у нас генерится профайл-лог, который в 8-лог. И мы начинаем его читать. Ну, естественно, мы читать его не будем, потому… Мы можем вызвать такую функцию, которая опять же идет с D8, называется tick-процессор. Tick-процессор анализирует V8 и выдает нам немножко информации. Если мы посмотрим на код, то, по идее, код как бы… У нас все функции мономорфик. У нас не должны быть никакие проблемы с онлайн-кешингом, потому что типы мы не меняем. То есть… Дружище, перестань. Эй! Как с флешкой, слушайте. Ну, давай на что-то. О! Видите, уговоры, они помогают иногда. Грубо говоря, у нас нету никаких performance issues, про которые мы говорили. У нас никаких проблем в плане мономорфика, никаких изменений типов hidden-классов. Так почему же он работает настолько медленно? Там… Интересно, там закончилось? Нет. Если мы посмотрим, то, по идее, вся наша движуха должна происходить в JavaScript. Но по какой-то причине 51% тиков у нас происходит в Shared Libraries. Какого черта мы лезем в Shared Libraries, совсем непонятно. И если проанализировать код, давайте мы в последний раз запустим, чтобы посмотреть, сколько это все занимает. Сейчас наш код работает в течение 5 секунд, грубо говоря, да? Если мы посмотрим, то у нас есть небольшое условие, меньше равно. Меньше равно на array, который 25 тысяч символов, 25 тысяч элементов. Каждый раз, когда… И у нас условие плюс-плюс и. Каждый раз, когда мы добавляем и, у нас существует вероятность того, что мы выходим за лимит этого аррея, когда мы увеличили там, когда мы его определили. Таким образом, JavaScript каждый раз компилирует наш array в больший и переделает его в sparse. Потому проблема с кодом на самом деле всего лишь такая. Мы не должны выходить за лимиты нашего массива. и это давляет достаточно классный перформанс. Ну, сами понимаете. И чтобы вспомнить, сколько у нас там JavaScript с C++-ный код бегал. Так это что у нас получается? JavaScript быстрее C++, но на самом деле я тут тоже, конечно, собрал. Я не использовал никакой оптимизации. Но в любом случае разница уже не такая разительная. Но на самом деле, честно говоря, так, интересно, он тут закончился? Не. Чтобы доказать, что оно работает на самом деле, я вот md8 primes 10 минут. Мы к тому дойдем. Чтобы на самом деле показать, такие баги есть всегда. Их очень тяжело на самом деле детектить. Если мы, опять же, d8 primes js соберем профайлинг и посмотрим ну давай, ну что ты ломаешься. Поздно. Этот монитор медленнее апдейтится. Давай, крошка. Ух. О! Если мы посмотрим сейчас, если мы сейчас соберем метрики, то мы увидим, что на самом деле теперь большая часть тиков происходит именно в JavaScript коде. Мы не лезем ни к ки-шару от лайбрери и тому подобное. Но на самом деле, ну, и ежу, понятно, что используется код, который очень классно оптимизируется d8. то есть не любой, не весь код будет таким образом оптимизироваться и давать нам перформанс. Чаще всего проблема-то в алгоритме. И алгоритм, который я использовал, он был, ну, очень оптимизированный. Ну, есть оптимизированный алгоритм, который на самом деле работает совсем быстро. потому всегда в первую очередь подумайте про свой алгоритм. И только потом начинайте оптимизировать код. Как видите, мы с 5 секунд 5,55 секунды мы перешли всего лишь на 0,08 секунды. Ну, по-моему, кто-то может посчитать отскок? Больше 100 раз. Ну, в любом случае. И вот чтобы доказать, что вот эта штука работает, 7 primes 0 yes no use не, честно, он минуту будет крутиться. Я его оставлю, чтобы но в любом случае. Это немножко завершение моей презентации, потому я буду рад ответить на вопросы, которые вас интересуют. И оставлю это, чтобы все видели. Да. Ну, мы же про это говорили. Яки поради? Поради? Однозначно. Смотрите, мы сейчас говорим только про D8. V8. В пайдерманке может работать по-другому. И пример я взял, который оптимизируется под V8 отлично. Но в любом случае, если вы видите, что проблема в перформансе ваша… О, выполнилось. 56,91 секунда без онлайн кешинга. А тут еще крутится. Если вы видите проблему… Во-первых, надо всегда искать вначале, всегда проблема в алгоритмах. Всегда можно заменить на какой-то более другой алгоритм, который прирост вам даст намного-намного больше. Я когда начал смотреть алгоритмы, там очень прикольно читать про историю возникновения разных алгоритмов. И некоторые там алгоритмики, они экономят гораздо больше, чем компилятор, оптимизированный код и все-все-все. Если вы… Алгоритм гораздо сложнее оптимизировать, чем код на самом деле. После этого мы должны определить, что проблема у нас в JavaScript коде. Потому что, когда мы пишем веб, допустим, то перформансы счета у нас могут возникнуть вообще со всех сторон. И refresh анимейшены, и перерисовки, и изменения стилей и тому подобное. Нам надо определить, что перформанс у нас в JavaScript. После этого мы начинаем собирать метрики. Мы вот с помощью D8 мы можем собрать профайлинг и определить, куда же код лезет, какие библиотеки используют и тому подобное. Таким образом, мы хотя бы можем иметь подсказку или проблему в JavaScript коде, или проблему в том, что мы как-то с типами заигрались, у нас проблемы с хидден-классами и тому подобное. D8 также позволяет нам получить статистику, какие… Я не помню, честно говоря, команду, но D8 позволяет при выполнении получить статистику, какие функции инлайн-кешатся. И если мы видим, что какая-то функция по коду, она должна бы быть закеширована, но она не кешируется, значит, мы должны смотреть, где же мы протачим с типом, где же мы протачим с хидден-классом. Ну, где-то так. То есть, в принципе, вы можете собрать очень классные метрики, посмотреть, как видите, что куда, где тратится, где сколько тиков происходит и какой код используется. То есть, чтобы корыствоваться с этими штуками, потрібно собирать D8 в себе. А почему там собирать часик? Не, ну он просто долго качается, потом долго компилируется. Не, ну мы на увазе, то есть в браузере, вы корыствовавши уже браузеры D8. Смотрите, если мы говорим про оптимизацию JavaScript кода, вы, во-первых, в браузере можете там хром-тулсами, к примеру, там, сгенерить какие-то штуки. Но браузер будет вам генерить очень много информации по HTML, по CSS, как перерисовка происходит, там, сколько миллисекунд, где попало тратиться. Вот эта вот штука чисто для оптимизирования JavaScript. И вы можете получить больше информации, которая только для JavaScript. В браузере, ну, там другая информация. D8 не знает ничего про HTML, D8 не знает ничего про DOM, ничего про CSS. Можешь, пожалуйста, еще раз объяснить про вот то меньше или равно, почему там массив как-то переделался? Все достаточно просто. Мы, смотрите, когда меньше равно, то мы тут определили достаточно большой массив, да, на 25 тысяч символов. Когда мы проходим, как видите, сейчас, мы начинаем считать количество праймов, и мы каждый раз вызываем функцию isPrimeDivisible. Каждый раз, когда у нас primeCount уменьшается, ой, это оптимизированный, каждый раз, когда мы начинаем проверять, мы иногда заходим по нашим условиям за массив, то есть за размер массива в 25 тысяч, да, в 25 тысяч элементов. V8 после этого анализирует, что мы зашли уже за, дальше за массив, перестает считать массив как fastElement, то есть как обычный array, и переводит его в хэштаблу. И вот этот вот перевод, он занимает очень много времени, после чего доступ к каждому из элементов занимает гораздо дольше. Так если мы убираем равно, то просто на один элемент меньше? Таким образом мы не заходим за количество элементов в массиве. Ну, этот баг ни на что не влияет, на самом деле. Но… Да. И таким образом просто… Тут штука в том, что функционально он вам совершенно никак не влияет. Но для V8 массив перестает быть array и встает sparse. И sparse работает гораздо медленнее. То есть если мы обращаемся просто к несуществуемому индексу, то это переводит sparse? Да. Спасибо. Я, честно говоря, не уверен. Если вы посмотрите… А, так. В V8 есть дофига хелпер-функций. Они предоставляют вам очень-очень много различной информации, и вы… По-моему, есть какая-то команда, которая смотрит, как элементы конвертятся. Так, чтобы с разгоном вам сказать, я точно не скажу. Но я уверен, что да. То есть вы можете посмотреть по trace, что куда переводится, где заходят за элементы и почему используется shared-lib, к примеру. Да? Если мы в конструкторе маем много разных мемберей под кифами, V8 сгенерить там два в степени N наших мемберей разных типов для них внутренних… А почему два в степени N? Потому что каждый киф может выполнить или не выполнить. Ну, такой же executable код будет выполнять. Вы, когда будете его экзекьютировать, он будет тогда генерировать hidden class. А, уже в процессе экзекьюшена? Ну, у нас всегда это JavaScript. Код компилируется во время экзекьюшена. Не до, а сейчас, да? Да. Ну, вначале, естественно, он должен скомпилить и потом запускает. Но он не компилит полностью весь код. Ага, то есть эти типы уже в процессе… Да. Ага. Hidden class генерятся по мере их встречания в коде. Получается, что TypeScript и Dart частично решают проблему со скоростью, да, вводя статические классы, да, и типизацию. Хоть и опциональную, но типизация там есть. Но особенности, в особенности статические классы, да? Я не очень уверен насчет Дарта. Я в воршопе не был, да, к примеру. Но у Дарта своя виртуальная машина, и чего он там делает, по одному богу известно. TypeScript, у TypeScript нет виртуальной машины, и TypeScript конвертится в JavaScript. Ну, понятно, но там, насколько я знаю, в TypeScript нельзя динамически классу добавлять новые элементы. Ну, если писать чисто… Не буду тут спорить, потому что я, честно говоря, не знаю, но все зависит от того, в какой код TypeScript превратится. It depends, наверное. Ну, я просто никогда сильно с TypeScript не работал. Ну, там потыкал HelloWorld и окей. Можно в резюме писать. Я шучу. Ну, я не готов вам ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Чисто в плане метрик, оптимальный алгоритм на C++, на C, насколько быстрее работает, чем JS? Гораздо. Не, ну, мне просто чисто интересно, вот, насколько быстрее… Смотрите, все очень сильно… Вы не писали реализацию на C, оптимального алгоритма? Нет. Жаль. Ну, он однозначно будет быстрее. Тут чисто просто не такие аж… Ну, 0,08 секунды. Это очень быстро. Но на C, наверное, я думаю, что он будет там 0,3-0,4. Ну, просто в C у вас есть гораздо больше оптимизационных методов, чем на JavaScript. Вы все можете, во-первых, разные уровни оптимизации использовать. Можете по-разному работать с памятью. Вы можете вручную с памятью делать то же самое, что бог с черепахой сделал. Ну, как бы на C вы однозначно сделаете гораздо более оптимизированный код, и он будет работать гораздо быстрее. Но если у вас растут руки из жопы, то вы напишете плохой код как на C, так и на JavaScript. это же все в голове. На C вам будет тяжелее найти ошибку, потому что там можно такой говнокод сделать, но на JavaScript тоже, в принципе, можно. То есть, все же зависит от фантазии. Такой вопрос. Ну, допустим, есть метод, который использует родительский область видимости. Вы как-то доследжу. Исследовали этот. Ну, использование области видимости в методе, функции там. Но смотрите, тут уже использовать область видимости это на самом деле вопрос теории компиляторов. Потому что область видимости напрямую JavaScript это имеет лексическое дерево. Поэтому область видимости это на самом деле всего лишь дерево, суффикс 3 того, что у нас происходит. Поэтому, естественно, компилятор сам, во-первых, дольше его будет генерить, в зависимости от того, что вы там используете. Потому что пока что мы говорим про сферического коня в вакууме. Но в любом случае использование parent scope это просто построение разных лексических деревьев. И у каждого могут быть свои вопросы с перформансом. Однозначно, использование parent scope наверное не ускоряет JavaScript. Но насколько он его замедляет, я не скажу. Спасибо. Сколько V8 мы знаем про дом и большие объекты и какие у нас геобразы или можно сверить лайк гейшен и отримать какие метрики в V8 в V8 потому и сказано, что мы решаем проблему в JavaScript. Если у вас проблема с доступом к дом элементу в коде, то вам это все будет показывать performance analyzer в консоли. Потому что он будет говорить где больше времени тратиться. Но если у вас есть метод допустим дробилки простых чисел, то V8 вам ничего не покажет. Потому это код, который бизнес логика или как угодно называйте именно JavaScript чисто JavaScript. по-моему это просто логично. А на Node.js я такая штучка. Node.js код можно так тестировать? D8 берется тогда, когда мы компилируем V8. V8 используется нодой. Но нода использует разные компоненты библиотеки. То есть оно без заморочек. Node.java скрипт компилируется V8. Ну так я питаю, чи не будет проблем из-за того, что в Node.js в коде используют разные библиотеки. То есть D8 он такой же полностью как V8? да. Я надеюсь, я вас успокоил. JavaScript можно тестировать с помощью D8. А вот это хороший вопрос. Я не знаю. Ну я не пробовал, честно говоря. это 100% как бы ну да, там наверное не получится. Я не пробовал, честно говоря. JavaScript мы можем, который не зависит на другие модули. просто вы реально в ноде можете использовывать сишные либы, сиплюсовые либы через определенные интерфейсы, а их уже надо перформанс тестами для C делать. Я перепрошу, уже просто час выходить, и если у вас есть еще вопросы, то вы можете их задать после 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 окей. Слушайте, эта штука не закончилась. Всем спасибо.